Здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, телефон прямого эфира 3190, ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня мои собеседники. Вера Петровна Панкова, директор средней школы номер 34 города Твери. Вера Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна Сучкова, доцент, кандидат психологических наук, преподаватель факультета психологии Тверского государственного университета. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Николаевич Виноградов, руководитель Тверского регионального исполкома Общероссийского народного фронта. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И Андрей Станиславович Савельев, председатель Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников». Андрей Станиславович, добрый день. Здравствуйте. Уважаемые друзья, откровенная ложь о текущей ситуации на Украине буквально заполнила социальные сети. Цель этой лживой информации – зародить в каждом из нас чувство паники и страха, разжечь вражду и ненависть к людям, которые живут рядом, а в целом расколоть общество на своих и чужих, на друзей и врагов, раскачать ситуацию. Цифра обнаруженных и оперативно ликвидированных фейков в российском сегменте сети чуть больше миллиона. Самые популярные платформы, где плодят опасную ложь – YouTube, TikTok, Instagram. Под прицельным обстрелом фейка все без исключения сферы нашей жизни. В наших умах и сердцах зреет тревога. Что делать, куда бежать, как повлиять на ситуацию? Ведь бьют по самому чувствительному. Масло в огонь подливают высказывания известных медийных людей, любимых многими деятелей культуры и искусства, людей, которым мы привыкли верить. Что сейчас происходит в обществе? Как противостоять лжи? Об этом сегодня будем говорить, уважаемые друзья. Итак, с кого начнем? Ну, может быть, с детей начнем. Дети, да. К сожалению, дети – самая уязвимая часть нашего общества. Они не понимают, где ложь, где правда. И что-либо запретить им невозможно, потому что это такой возраст, что они будут, наоборот, действовать вопреки. Как с ними быть? Что делается в школах сейчас? Вы знаете, я считаю, что сейчас наша главная задача – это не допустить тревожности. И я хочу сказать, что вот по нашей 34-й школе, которая находится на Соминке, мы тревожности не наблюдаем. И это нас, безусловно, радует. Но, конечно, с нашей стороны ведется большая работа. И самое главное, я считаю, что вовлекать детей в деятельность. Если дети будут заняты, они будут заняты в школе, заняты после уроков, то, конечно, и, как знаете, есть такое выражение, которое приписывает Аристотелю, что природа не терпит пустоты. И что касается для социальной сферы, это смысл в том, что если мы целенаправленно будем в детях всё-таки воспитывать хорошее, доброе, то плохое в них вряд ли проснётся. И вот сейчас главная задача учительского коллектива именно такая, чтобы дети были в деятельности. И я хочу сказать, что деятельности достаточно много. У нас достаточно развивается хорошо в Тверском регионе российское движение школьников. Очень много мероприятий. Только что прошло мероприятие шахмата в школе. Наша команда, младшая группа, заняли первое место. Конечно, мы ребят поздравили, и сейчас они будут участвовать в окружном этапе. Но ещё хочу отметить, что два года мы становились победителями такого конкурса грантового. И у нас был такой проект «Киберволонтёрский центр. Спасибо». И сегодня, когда я собиралась на эфир, ребята знали об этом. Они мне сказали, что «Вера Петровна, передайте, что мы готовим несколько эфиров, что вот тот буллинг, который сейчас направлен на жителей нашей страны, он не должен относиться к детям. И мы со своей стороны говорим ребятам, ребята, займитесь делом, займитесь спортом, займитесь своим образованием. И, в общем-то, именно вот так вот сейчас проживайте эти сложные дни». Раньше были уроки мира, раньше были уроки мужества. Теперь вы как-то говорите с детьми о том, что происходит в мире. Может быть, приглашать каких-то... Мы не должны забывать эти уроки победы над фашизмом. У нас богатейшая история, к чему и к кому они прислушаются. Вы знаете, сейчас, во всяком случае, на федеральном уровне созданы такие классные часы, как раз на это направленные. И в каждой школе они проходят. В школе может поговорить об этом и учитель истории, и может классный руководитель на классном часе. Поэтому, безусловно, сейчас этому отводится очень большое внимание. Также я хочу сказать, что у нас тоже есть такой... В нашем регионе фонд Екатерины Бакуниной, который возглавляет Роман Манилов. Да, он у нас очень честный гость нашего эфира. Вот, и мы с ним очень активно сотрудничаем. С ним мы проводим тоже много мероприятий. Также есть, в общем-то, такой проект, когда называется «Молодежь помнит». Снимаются фильмы о том, когда дети рассказывают о своих прадедах уже. И, вы знаете, в семье часто бывает так, что лежит стопка каких-то документов, даже писем, но не так часто, может быть, их достают. А вот этот проект, он позволяет лишний раз, так сказать, вспомнить историю своей семьи, особенно о тех людях, которые погибли в Великую Отечественную. И дети рассказывают, снимается такой ролик. Это Андрей Владимирович Ульянов тоже этим занимается. А мы, как школа 34-й, мы активно в этом тоже принимаем участие. Поэтому, безусловно, мы говорим. Да, вот эта вот занятость, а еще чем наполнен детский мозг, потому что, вот влияние, это же детей призывают, да, уважаемые друзья, выходить на митинги? Вера Петровна. Призывают наркотики, призывают вступать в репи. И дети не понимают, чего зовут. Я хочу, конечно, присоединиться к Вере Петровне и сказать, что эта работа очень важна. И, на мой взгляд, военно-патриотическая работа, духовная работа со школьниками, ведь они, по сути дела, проводят большую часть своего времени в школе. И учителя практически заменяют им родителей. Родители работают, понятно, все зарабатывают, как бы. Поэтому сейчас на учителях лежит огромная ответственность за то поколение, которому мы передадим нашу страну. И я хочу сказать, что, может быть, кто-то скажет, что я не прав, но сейчас это гораздо важнее, чем, допустим, получить пятерку по математике или по какому-то другому предмету. В первую очередь, наши дети все-таки должны быть патриотами и гражданами своей страны. Вы посмотрите, как это было на Украине. Ведь их с детского сада буквально сжимали в тиски и вдалбливали им прямо в мозг, что Россия – это враг, это оккупанты. Поэтому за 30 лет, естественно, там целое поколение выросло, не знающее настоящей правды. А теперь мы должны вот это все расхлебывать. Уважаемые друзья, у нас с телефона и звонок говорите в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Вы знаете, Вера Петровна скромно умолчала. Она ведь еще и одна из руководительниц благотворительной и миротворческой организации Российского фонда мира и его тверского отделения. Очень интересные проекты она реализовывает. Может быть, она об этом бы еще напомнила. Давайте мы поговорим. Потому что тема очень важная. И действительно, так как сегодня настроишь детей, какое у них будет, скажем, зерно посеяно, такое мы и получим урожай. Спасибо. Сергей Николаевич, спасибо. Сергей Николаевич Рогонин. Можно, я узнал по голосу. Да, да, да. Я тоже узнал нашу представителя Тверского регионального отделения Международного общественного фонда, Российский фонд мира, коим представителем я являюсь. И я хочу сказать, вы знаете, в течение нескольких лет мы уже ведем такую тоже работу, очень важную. У нас был проект «Безопасный мир», который мы продолжаем и сейчас. И мне приходилось выступать и перед школьниками много, и перед студентами, и перед другими коллективами, и говорить вот на тему «Безопасного мира». И там, я могу говорить на это долго, но самое главное, что я всегда говорила, что еще хочу обратиться к родителям, что родители должны быть со своими детьми, и должны уделять им время. Потому что если ребенок, ну как бы отмахнуться от него, да, что-то там, займись чем-то другим, родители должны быть вместе. И я все время говорю, что вечернее чаепитие, экскурсии выходного дня, там еще, чтобы, чтобы вот это было, вы знаете, взаимодействие, и контакт детей с родителями был именно на таком уровне, что было понимание в первую очередь. И еще, чтобы это не шло в разрез к тому, что школа говорит одно, ребенок приходит домой, он же общается, он же слушает, что говорят родители, что происходит дома, семье. А здесь очень важно, чтобы родители следили за своей речью, понимаете? На самом деле, и мы сейчас, вот как я проговорила уже, да, что буллинг в отношении жителей нашей страны огромный, и если родители будут, ну, при детях, не задумываясь это все обсуждать, этого делать, безусловно, нельзя. Нужно всегда продумывать, что мы говорим, что можно донести до детей все-таки в данной ситуации, а что как-то, ну, сделать по-другому. Именно, например, их своей семьи, на примерах жителей нашего региона прекрасных, да, которые у нас тоже очень много выдающихся личностей. Конечно, вот сейчас это очень важно, говорить о безопасном мире, но уже практически в условиях. Уважаемые друзья, давайте мы продолжим через несколько минут. Перерыв на рекламу, не переключайтесь. Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья, в эфире темы дня. Сегодня говорим о том, что мы можем противопоставить откровенной лжи, которая буквально льется в социальные сети, и лжи о мнимых заминированиях, это тоже угроза. Это все для того, чтобы посеять в нас панику и каким-то образом нас разъединить. Говорили о том, что мы сейчас делаем в наших школах для того, чтобы обезопасить детей от этой лжи. Вот, Андрюш, говорили относительно того, почему бы в школах, в наших, в наших классах не проводить такие вот даже уроки мира, пусть это будет так, да, где разбирать последние новости и последние обращения нашего президента. Я скажу, что Владимир Владимирович уникально, в общем-то, обратился и разложил все по полочкам. Если взрослые люди у нас смотрят телевизор, смотрят президента, то дети, конечно, телевизор сейчас не смотрят, они в компьютерах, в тиктоках. Поэтому вот у меня такое предложение, почему бы нам в школах не проводить такие уроки, не слушать опять обращения президента, не разбирать, не отвечать на непонятные вопросы, если у кого-то у детей возникают. Потому что у Мишки-то у них немножечко другой. Вот, и поэтому я думаю, что это будет иметь очень большое значение. Потому что вот когда президент выступает, его послушаешь, и добавить больше нечего к его речи, после этого только, ну не знаю, наверное, мужчин сжимаются кулаки, ну, а у женщин, наверное, наворачиваются слезы. Лучше, чем он говорит, не скажешь. И это должны знать все, каждый гражданин нашей страны. Я так считаю. Обязательно возьмем на заметку, да, и продумаем, как это делать. Да, тем более, что то, что они читают в социальных сетях, они наверняка обсуждают друг с другом, да, и к какому выводу они приходят, тут уже непонятно совершенно. Вы хотели добавить, Ольга Владимировна, да? Я бы поддержала нашу собеседницу в плане вовлеченности в деятельность детей, и не только детей, взрослых тоже. Если мы заняты каким-то делом, которое полностью поглощает наше сознание, оно свободно от негативных мыслей, которые прокручиваются постоянно в голове, от эмоций посторонних. Допустим, играем мы в баскетбол, вот, только есть мяч, есть игрок и все. У нас есть цель, да, сосредоточенность на это. Или какая-то интеллектуальная деятельность. Мы вовлечены только в это. Каким-то текстом занимаемся, или решением задач, или еще чем-то. И получается, что как будто мы за этот период отдыхаем от негативных эмоций, негативных вот этих вот мыслей, и успокаиваемся. Так что увлечены в детстве. Ну, знаете, сейчас минутку еще. Вот я хочу сказать, вот здесь вот в поддержку тоже. Например, сегодня наши дети пришли в 7.15 в школу, чтобы поиграть в футбол. Мы им разрешили. Пришел наш учитель физической культуры. Они пришли за час раньше. Школа у нас большая. Спортзал все время занят в вечернее время. А уже сейчас хочется играть. И, безусловно, вот такие вещи мы поддерживаем. Это не урок, это можно, чтобы дети пришли. И вот они пришли, мы им разрешили. Здесь же еще и другой эффект. Это же движение. А стресс, когда человек испытывает, перевести в мышечное напряжение и сбросить тем самым. Можно ходить, можно приседать, можно бегать, можно в футбол играть. По утрам делать зарядку, да? По утрам делать зарядку. Не просто для организма, а для эмоционального здоровья. Я бы все-таки, может быть, да, то есть с одной стороны, да, совершенно согласен все, что сказали коллеги. Но я бы все-таки вернулся бы к тому, с чего, в принципе, мы начинали все начали. Вот как нам относиться к информационной войне, которая развязана против Российской Федерации? Но это, да, эта война уже идет давно, к сожалению. Но и ее, кроме как войной, уже не назовешь. Ну, Ирина, тут надо просто понимать, как говорится, кто на что учился, да? Что если мы говорим вообще о том, что происходит, вот общий смысл, есть понятие геополитические, геоэкономические угрозы. Они основополагающие. Вот вся внутренняя политика любого государства отталкивается именно от внешнего контура. Это надо понимать. И здесь я бы обратился на самом деле вот как раз и к родителям в первую очередь, потому что я абсолютно согласен с Верой Петровной. Ну, мы давно уже, кстати, сотрудничаем и по линии Союза десантников, и патриотическое воспитание. Вот у нее, ребята, чемпионы были у нас по патриотическому воспитанию, взаимодействию с Союзом десантникам. Тут это очевидный факт. Так вот, что хочу сказать, что школа действительно, несмотря на то, что, Андрей Саниславович правильно заметил, что учителя заменяют во многом родителей, потому что дети находятся в большую часть времени своего, в общем-то, в школе. Но семью заменить невозможно. Если мы говорим все-таки о фундаментальных вещах, что мы имеем на данный момент. Идет специальная военная операция на территории сопредельного государства, откровенно враждебно настроена к Российской Федерации, в котором действительно выросло уже два поколения людей, которые просто ненавидят Россию. Нам бы не хотелось этого признавать, но это является фактом. Загораживаться от правды просто глупо. Это первое. По поводу информационной войны. Безусловно, на территории Украины создана очень серьезная пропагандистская машина. Даже, кстати говоря, правоохранительные органы последние годы констатировали, что львиная доля телефонных мошенничеств совершается в территории Украины. Да, 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 мы об этом говорили. И это вопрос системный. То есть нет той истории, что, условно говоря, вот Российская Федерация, условно говоря, ввела войска на территорию Украины для того, чтобы осуществить защиту ДНР, ЛНР, геноцификацию, демилитаризацию сопредельного государства, что вообще соответствует международному праву. Это право нанесения превентивного удара. Но пропагандистская машина формировалась не один год и даже не 10 лет. И мы столкнулись с совершенно нормальным проявлением именно гибридной войны в качестве распространения фейков. Сказать, что страна была к этому не готова, не соответствует действительности. Была готова. То есть все это понимали и так далее, и так далее. И вот подтверждение этому является, во-первых, очень своевременное действие правительства Российской Федерации, в частности Роскомнадзора, об блокировании подобных ресурсов, ну просто, вот что делать? Идет плана фейков. Один тысяч в день. Да, Леша, перебью. Сегодня профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, предусматривающий наказание за распространение фейков о российских военных. В документе отмечается, что срок заключения за подобное преступление может составлять до 15 лет тюрьмы. Кстати, палата проголосовала по закону единогласно 401 за, без голосов против и без воздержавшихся. Ну так вот я... Новость буквально вот последующая. Вот что я хочу сказать. Вчерашнюю, соответственно, то есть информацию о закрытии эхо Москвы, холдинга там, да, ну сейчас просто действительно время без прецедента не жило для России. Как говорил китайский мудрец, я не хотел бы жить в эпоху перемен. Но тем не менее, но тем не менее, это время, которое выпало на дулю всех здесь живущих, от малой до великой. Вот в чем вопрос-то. То есть, поэтому сказать, что страна была не готова к этому, несоответственно, была готова. Второй вопрос. То, что есть угроза, на нее надо реагировать. В войнах надо побеждать. В войнах не надо проигрывать. Если мы называем вещи своими именами. Не мы это все начали. Совет здесь чиста. И с точки зрения моральных установок, у Российской Федерации и у жителей России, подчеркиваю, от малой до великой, есть полное моральное право на защиту своего суверенитета и нашей мирной, спокойной жизни, в том числе будущих наших поколений. По поводу того, что делать родителям детей, которые, безусловно, являются пользователями интернета, и сделать так, что все выключат смартфоны, гаджеты и так далее, не получится. Это нереально, и мы это понимаем. У меня у самого маленькие дети, старшая дочь ряда 13 лет, она школьница. Могу сказать, что делаю я. Даже вынося за скобки, что может быть, большее информирование у меня лично, нежели у ряда родителей. Даже вынеся вот это за скобки. Значит, я четко понимаю, что ребенок, заходя в интернет, он получает информацию гораздо более доступным, приятным и интересным способом, нежели любые другие источники информации. Вот это я понимаю четко. Как говорится, врага надо знать в лицо. Поэтому я объясняю очень просто. Что делаю я? Я говорю, значит так, ее зовут Ксения, я говорю, Ксюша, там враги. Вот просто, без всякого нагнетания обстановки. Там враги. Они хотят нам, нашей стране, нашему народу зла. Надо назвать просто вещи своими именами. И вот в тяжелое время пуха перемен, она как раз позволяет назвать вещи своими именами. Нет никакой демократии. Есть инструмент достижения своих целей у западных элит. Нет никакой демократии в их понимании. Демократия-то вообще, кто учился в нормальной школе, знает, это всего лишь процедура подсчета голосов. Не может процедура по определению быть самоцелью, если уж так говорить. По поводу того, что делать ребенку. Я прямо говорю, просто люби свою страну и свой народ. Ты русская, ты россиянка. Мы живем в Твери. Земляки защищают нашу страну на Украине. Они жертвуют там жизнью, многие рискуют, но я надеюсь, что большинство, безусловно, вернется живыми и здоровыми, честно выполнить свой долг перед народом и перед своей собственной совестью. Но, тем не менее, информационная война идет? Идет. Методы государственного реагирования работают? Да, конечно, работают. Дальше встает вопрос, что делать родителям, чтобы не перекладывать все задачи, особенно в это тяжелое время, вот именно по ограждению детей от неправильных взглядов и, соответственно, неправильных действий. Вот я про что хочу сказать. Разъяснительная работа дома. Я поняла, Ольга Владимировна, как раз к вам обратиться хотела. Как вот это чувство тревоги? Потому что я знаю, что многие дети, кто постарше, они воспринимают эту информацию с такой безумной тревогой. Девочки плачут некоторые, да, они боятся, они боятся выходить на уху. Мама, что, папа, что будет дальше? Как вот эту тревогу погасить у ребенка? Тревога есть в обществе, это верно. Волнение, тревога, страх, другие негативные эмоции. Ну и в целом напряжение. Вначале я хотела бы поддержать нашего собеседника в плане информации, вот этого поглощения информации. Я бы предложила такой вариант, скажем так, информационная детоксикация. уменьшить пропорции того времени, которое в сутки человек тратит на поглощение всей этой информации, интернет, телевидение, уменьшить. А больше времени оставить на остальные дела. Потому что, если постоянная бомбардировка информации, а если она еще и противоречивая, и как в этом всем не утонуть? Это как раньше, раньше, помните, во времена нашего детства, тебе на телевизор полчаса, остальное время ты занимаешься музыкой, учишь уроки, и после телевизора тогда не было интернета. Ничего сами сидите, постоянно, постоянно. К сожалению, мы не можем это запретить совсем. Конечно, у нас некоторые классные руководители собирают телефоны во время учебного процесса, ну, если дети уж очень как-то вовлечены. Но я хочу еще сказать, что должно идти вот это все от детей, чтобы дети сами как бы стремились. Вот, например, у нас школьные соцсети ведут дети. И им самим интересно, конечно, под нашим контролем, потому что мы сами все это читаем, но и мы знаем, кто их ведет, то есть ребята хорошие. И мы смотрим, чтобы дети, опять же, были заняты, и чтобы мы понимали, контролировали, чем они, чтобы им это было интересно. Если делают дети, то вот был день дарения книг, можно просто было подарить книги, мы собрали, но сделали такой конкурс активности в соцсетях, но именно школьных. И дети с удовольствием приняли участие, получили книги, которые теперь читают, которые можно подержать в руках, не электронные, настоящие книги, они у нас были упакованы красиво и так далее. И, в общем-то, опять вот мы их заняли, мы пробудили в них положительные эмоции. Вот мы вернемся... А как тут тревоги. Да, да, да. Вернемся, и не только дети, но и взрослые относительно высказывания известных лиц, которые доверяют людям, и они слышат такие вещи, которые некоторые говорят, нам стыдно быть русскими. Ну, вот это вообще просто выходит за рамки нашего понимания. Это же дарность. Родился русским в этой стране. Как тут можно выходит стыдно? Ну, вы знаете, как... Слово одно у меня вот только на уме, это все просто бесит. Люди, которые получили образование здесь, родились, выросли, которые вообще получили все, и которые живут намного лучше основной массы наших россиян, у которых вот, ну, что называется, не знаю там, с золотой ложкой, может быть, во рту родились. И сейчас они плюют нам в спину и вонзают нож в спину нашим солдатам-офицерам, которые сейчас воюют на Украине. Мне кажется, может быть, единственный положительный момент вот из этого всего, то, что они все сейчас проявились как-то, и мы их всех знаем. Они все подписали письма какие-то, поэтому я думаю, что наше руководство все-таки должно сделать определенные выводы, кого мы не должны вообще пускать, ни на телевидение, ни наше искусство, они не нужны, потому что кроме вреда они сейчас ничего не приносят. Это бесполезные люди, а сейчас они просто враги. Ну, знаете, я, кстати, дополню, абсолютно согласен, почему я, кстати, говорил о беспрецедентном моменте, ну, действительно, вот эпоха перемен. Действительно, кто есть кто определяет именно такие времена. Никто, подчеркиваю, их не хотел. Никто не хотел войны. Российская Федерация все сделала для того, чтобы подойти. Никто этого не хотел. Мы генетически русский народ против войны. Мы сидим, мы помним недавних войн на Великой Отечественной. Так, и сейчас не хочешь, но давайте, мы здесь все взрослые люди, и надеюсь, что в первую очередь нас все-таки смотрят взрослые, а не дети, потому что дети в школе должны находиться, кроме второй смены. Значит, и почему я, в общем-то, к родителям в большей степени не обратился. Ну, ребята, давайте оставаться людьми. Вот действительно, армия воюет. Андрей Санисович правильно сказал. Солдатам и офицерам, которые выполняют свой воинский долг на территории Украины, и человеческий, и гражданский, как угодно это можно назвать, но смысл, они защищают свою страну. Вот для них поддержка очень важна. Да, действительно, специальные операции и войсковые операции, они идут по строго определенным канонам. Действительно, солдаты не сидят в интернете, они не сидят в интернете, но осознавание того, что в тылу все хорошо, вот это очень важно. Это есть мотиваторы, которые... И все это поддерживают. Безусловно, вот это знание должно быть. Значит, по поводу того, как стоит относиться к так называемой пятой колонии. Вот знаете, мы живем, конечно, в России, не в Африке, но все знают, что из детских книг, что на водопое даже звери облияют перемирие. Вот сейчас у нас в стране, вот сейчас у нас в стране вот та самая история, засуха, которая просто убьет всех. Вот если эту коричневую, в прямом смысле слова, чуму нацистскую на территории Украины не уничтожить сейчас, уже не в зародыше, а когда она уже была готова перейти границы Российской Федерации, и об этом было заявлено на уровне, кстати, командования, вооружёнными силами Российской Федерации, что на один день их просто опередили, то здесь прямая была угроза именно военной агрессии против Российской Федерации, в том числе, вместе с ДНР. По этой причине я считаю так. Кто бы как ни считал, какие бы взгляды не исповедовал, сейчас задача оставаться в первую очередь людьми и россиянами. Вот президент исчерпчий сказал, кто он по национальности. То есть мы многонациональная страна с тысячелетней историей. У меня просто вчера вот в сердце засело. Он перечислил много национальностей, я каждая из них, он сказал. Вот самое интересное, почему я говорю о родителях. Какие бы ни были взгляды, какой бы ни был род деятельности, какой бы ни была национальность и вероисповедание, мы все россияне, мы живём в этой стране, наша страна подверглась угрозе. Была прямая угроза наличия ядерного оружия на сопредельном, откровенно враждебной, агрессивной, настроенной к нам страны. Я говорю про Украину. Вот сейчас вот такая история. Вот как только вот этот императив будет воспринят большинством взрослого населения страны, у нас есть шанс о том, что та работа, которая проводится в школе, не пройдёт напрасно. Потому что всё равно в основе лежит семья. Педагоги не подменят родителей. Даже если по факту они вот в этом вопросе. Всё-таки взрослое влияет на ребёнка. Безусловно. Поэтому сейчас моё глубокое убеждение, как всё-таки представитель Народного фронта, потому что лидером нашей организации является Владимир Путин. Единственное общественное движение в стране, лидером которого является Владимир Путин, это Общероссийский народный фронт. Вот наша позиция в данном случае, она совершенно однозначна. Мы граждане одной державы. Мы одна семья. Без всякого пафса и преувеличения. Если мы хотим, чтобы младший член нашей семьи, наши дети вели себя достойно, это задача взрослых людей, родителей. В первую очередь. Вместе с педагогами. Потому что политичность мышления у детей намного ниже, чем у взрослых. И дети проще воспринимают то, что им дают как данность. Раз сказали, в интернете написана такая фраза, значит, про... Да, значит, так оно и есть. Что бы мы увидели. Да, да. Мы годами были, мы десятилетиями, веками были вместе. И мы братья, у нас там родные и близкие. Мы сейчас говорим о не рядовых украинцах, а о несколько других людях. Ну, вы знаете, здесь вот мы-то, пока была рекламная пауза, мы обсуждали события истории. Вот тут вспомнилась слова генерала Вашутина, который в 52-м году остерегал от амнистии, которая впоследствии состоялась в 56-м году, когда выпустили осужденных ранее бендеровцев. Остерегал о том, сказать, что, ребята, это не только сейчас началось, если говорить вот общепутредительным языком, да. Во-первых, по поводу братских народов. Вот самое основное, базовое, Украина, никогда она не была единым государством. Никогда. А в нынешних границах, как совершенно справедливо отметил Владимир Владимирович Путин, это конструкция Владимировича Ленина. Украина имени Владимировича Ленина. Точнее, здесь сказать невозможно, но это правда. В нынешних границах, в нынешних границах Украина существует только после прихода к власти, соответственно, большевиков, партии большевиков и аннексии части территорий в 1940 году. Вот что такое современная Украина. Дальше подарок Никиты Сергеевича Крущева в виде Крыма. Вот это равно современной Украине. При этом, самое, что фундаментально, ну, нехорошее для нас, вот нехорошее, я не говорю, не нагнетать, вот нехорошее для нас, Украина внутри себя никогда не являлась однородным государством. Большая часть территорий на протяжении столетий относились то к Российской империи, кстати, в меньшей степени, Польше, к литовскому государству. Многие долгие века подвергались набедам крымчаков, ну, вот правда, ну, вот так вот получилось. То есть, поэтому, с кем сейчас мы имеем дело? По крови народ, безусловно, к нам братский, а вот по взгляду на вещи, наверное, нет. Вчера, Лёш, вчера встречалась с вынужденными переселенцами из Донецка. Они говорили, что они пытались каким-то образом с своими друзьями, знакомыми, кто вот живет на Украине, договориться, говорят, и мы поняли, что это невозможно. Мы не можем слышать, какие они жуткие вещи говорят. И они утверждают, вас бомбят, да мы не верим, что вас бомбят. Это бомбят ваши же, ДНРовцы. Это не могут делать вооруженные силы Украины. Они, у них сознание, они говорят, как будто перевернуто на 360 градусов. Что же вот теперь, вот Андрей Станиславович, что же теперь, когда мы говорим, что да, мы говорим про наши войска, которые сейчас там, что наши солдаты не сидят в интернете, а все вот эти вот, всю эту ложь читают их родные и близкие, которые находятся здесь, которые их ждут и переживают каждый день, каждую минуту. Я об этом уже говорил. Сейчас вот момент истины для нашей страны. И все мы должны сплотиться вокруг нашего президента, вокруг нашего верховного главнокомандующего. Если он сказал, что надо делать вот так, значит все должны делать именно так. Сейчас, как говорится, у нас нету других списков. Или ты наш друг и со всеми нами, или ты наш враг. Другого просто сейчас не дано. Вот. Я хочу сказать, что в первую очередь вот эта информация лживая, она бьет по тем родным, чьи отцы, братья, сыны сейчас там на Украине воюют за нашу свободу. Я хочу сказать, что этих людей мы должны сейчас окружить заботой и вниманием, потому что они беспокоятся сейчас больше всего. Что такое ждать своего отца, своего сына с войны, я прекрасно знаю, потому что все это испытал, грубо говоря, на своей шкуре. Поэтому еще раз говорю, они там, они там должны быть спокойны за то, что здесь их семья защищена, накормлена, на то, что у них есть кровь над головой, что у них все хорошо. По моему мнению большому, когда ты там находишься, это очень-очень важно. То, что они сейчас не выходят на связь, это понятно, потому что в условиях боевых действий нельзя разговаривать по телефону. Любая, любые переговоры, любая информация, она тут же перехватывается, расшифровывается. Поэтому этого делать нельзя, и поэтому если ваши родные не выходят на связь, это нормально, это значит, что у них все хорошо. Я знаю, что сейчас в некоторых домах раздаются телефоны, телефонные звонки якобы работников военкомата, правозащитных организаций, которые пытаются так или иначе выведать какие-то сведения о тех людях, которые сейчас на Украине. Даже так, даже так настолько происходит. Поэтому я обращаюсь ко всем. Не паникуйте, не разговаривайте, просто кладите трубку и сообщайте об этом правоохранительным органам. У них есть все способы, силы и средства, чтобы узнать, кто это звонил, с какой целью. Не переживайте. Я скажу, что сейчас мы все с вами и душой, и просто сердцем. Ольга Владимировна, вот относительно вот этих панических настроений, к чему вот эта паника может привести? Она действительно, человек в состоянии паники, он уже не соображает, что он делает? Человек в состоянии паники, к сожалению, не может критически мыслить, функционировать, заниматься повседневными делами. Поэтому, если люди находятся в состоянии стресса, вот именно вот это острое состояние, вот беспокойство, вот мысли негативные, вот он весь в этом, и на остальное как-то слабо реагирует. Но прежде всего здесь нужно отреагировать эмоции, выразить чувства, эмоции, мысли, признаться себе в этих эмоциях. Да, я волнуюсь, да, у меня тревога, да, мне сейчас страшно. Что я думаю по этой ситуации? И что теперь делать? А как теперь жить? И что будет? Вы знаете, эмоция же, можно ее графически изобразить вот так. То есть, она возрастает, возрастает, и любая, это может быть восторг, удивление, радость, не только негативные, достигает своего пика и потом идет вниз. То есть, вот, прожить, а потом возвращаться постепенно в нормальное состояние. Выразить это как? Это слезами, это проплакать, прокричаться, что вы... Можно словами говорить, слух проговаривать, можно записать на бумаге, можно набрать на компьютере. Но важно, что не подавлять и признать эти эмоции и чувства, выпустить их наружу. А человек вообще, он как склонен? Он склонен верить хорошему? Вот сейчас такой негатив, вот как, а здесь я думаю, что все будет хорошо, что все идет к лучшему, а здесь наоборот нам пытаются внушить, что все, конец. Но опять же, подключать критическое мышление и понимать, что очень многое навязывается. И вот про чувство стыда сегодня говорили, но ведь навязывается же. И всякая разная информация идет. То есть, как-то вот фильтр определенный поставить, но верить в хорошее. Верить в хорошее, это всегда надо без этого никак. Это же помогает жить дальше, как-то действовать. И хочу поддержать нашего собеседника в плане поддержки близких. Вот эта вот эмоциональная теплота, близость, общение, это важно. И действительно, да, сказано было про то, что те, кто там, в военных действиях, знают, что их поддерживают здесь. И важна еще поддержка и здесь, среди населения. Больше уделять внимание контактам с близкими, с любимыми людьми, с семьей. Вот и так же было сказано про общение с взрослых, с детьми. Да. Вот это вот эмоциональная поддержка Вот это вот обычное, просто доброе общение. И уже ничего не заменяет. Просто быть рядом, просто держать за руку. Это же важно. Тогда человек чувствует, что он не один. Что он вместе. Дополнить, что в школе, опять возвращаясь к образовательной организации, должны проводиться мероприятия, где дети могут тоже выразить свои эмоции, чтобы не копилось, потому что что-то бывает. И когда проходят какие-то концерты, театральные постановки, уроки мира, про которые мы говорили, когда мы вспоминаем своих близких. И, конечно, когда ребенок может выразить свои эмоции, взрослый рядом, это очень важно, чтобы не было вот этого. Можно их выражать один на один с собой, можно поговорить с кем-то, кто выслушает. Ну, вы знаете, если мы говорим о какой-то технологической карте для родителей, в первую очередь, потому что они все-таки управляют процессом. Мое глубокое мнение, не хочу повторяться, все-таки они управляют процессом. И де юра, и де факто кнопка у них. Они отвечают своих детей перед законом, перед Богом, перед этими детьми, перед своей собственной совестью, без всякого пафоса. Понимаете, тяжелое время, но, с другой стороны, оно все равно позволяет отделить зерна от плевел. Вот действительно, я с Андреем Александровичем абсолютно согласен, липты с нами, или против нас. Вот Горький сформулировал просто. Это было давно. Кто не с нами, тот против нас. Если враг не сдается, его уничтожают. То есть, вот это слова Горького. Это не мы придумали и так далее. Но, что хочу сказать. Вот сейчас есть понятие у нас, лидер общественного мнения, сокращенно лом. Действительно, есть известные люди, публичные люди, которым большое количество людей привыкло доверять. Почему? Потому что, например, киноактеры снимаются в патриотических фильмах, поют прекрасные песни. Мы верим тому, кому привыкли доверять. Какой образ он воплощает на экране? Значит, он такой и есть. Я вам что хочу сказать. Что вот у нас... Кажется, кажется. Хочется в это верить. Но самое интересное, что люди вырастают, понимают, что актер, он как раз хороший актер, он совсем не тот, не тот, какие амплуа он воплощает в театре или на экране. Как раз нет. Он может быть совершенно другим человеком. Что ты за человек. Хороший актер, он в этом и есть. Он и есть профессиональный. Это вопрос его профессионализма, его одаренности, его таланта. Но самое интересное, вот в такой момент, с точки зрения вообще именно идеологии, у нас было позволено в стране всё. Вот сказать, что Российская Федерация, это вот какое-то полицейское, но неправда ведь, нет. У нас ведь до последнего времени люди и сейчас, вот о чём мы сейчас начинали разговор-то, интернет, да пожалуйста, ты можешь спокойно зайти в интернет и выразить свою точку зрения всеми доступными средствами, визуальными, аудио, как угодно, текстами, как угодно. Но наступило тяжёлое время. Вот всё равно, есть понятие всё-таки по законам военного времени. В данном случае, к счастью, это фигуральное выражение, нет никакой ситуации такой вот, вот такой вот, внутри страны, которая говорит, ну давайте всё там, военные планы, нет. Армия нас защищает, это правда. Вот все, кто сейчас даже находился в армии, но сейчас находится в тылу, мы понимаем, что защищает нас армия, действующая российская армия, которая выполняет свой воинский долг на Украине. Но тем не менее, по законам военного времени, ну всё, все инструменты, которые есть у государства и у общества, должны быть работой только в одном ключе. Победа Российской Федерации, достижение тех целей, которые озвучил Верховный Главнокомандующий Президент. И в данном случае, здесь это и де юра, извините, повторяюсь, и де факто, потому что Владимир Владимирович Путин, по закону, являясь главой государства, также является Верховным Главнокомандующим. То есть, последнее слово в определении внешней политики государства принадлежит президенту. А армия подчиняется Верховному Главнокомандующему. Вот нравится нам это или нет, понимаем или нет, военный, не военный, не имеет никакого значения. Таким образом, по поводу, да, Ломов, то есть, вот, уважаемые наши и уже некоторые неуважаемые наши сограждане, оставайтесь парними, любите свой народ и свою страну. Это всё, что от вас требуется в это тяжёлое время. И тогда мы вас послушаем. А в противном случае... Я хочу начать думать о чём вы говорите. Да, да, да. Что вы говорите? Ну, я скажу, что как человек военный, вот, ну, больше анализируя, наверное, наши действия на Украине, хочу сказать, что всё идёт согласно плана. Потому что, если некоторые, может быть, думали, что мы очень быстро в течение, там, двух-трёх дней захватим всю Украину, это просто нереально. Украина очень долго накапливала свой военный потенциал, училась, у ней хорошая армия. И то, что сейчас там происходит, это действительно настоящая война, где встречаются грудь в грудь профессионалы военного дела. Недаром, вот, вчера Владимир Владимирович Путер сказал, что уже есть, уже есть примеры настоящего героизма в нашей армии. Я сразу почему-то вспоминаю, вот, те уроки истории, которые преподавали нам относительно полей Великой Отечественной войны. Когда молодые ребята, у нас, к сожалению, есть... К сожалению, есть потери. Погибшие есть потери, да. Есть потери, к сожалению, это война, и тут надо смотреть правде в глаза. Вот, это действительно так. Вот, поэтому никакая самая даже современная техника не заменит живого солдата. Чем мы сейчас, Андрей Станиславович, может, общество, мы сказали, что может поддержать родных и близких, чем общество может поддержать воюющих там, ребят, наших земляков в том числе? Ну, во-первых, я знаю, что все, кто у нас там сейчас находятся, их командиры, руководство, они все знают, они поддерживают семью. Я сам, например, каждый день обзваниваю родных и близких, кто там находится. Я скажу, что настроение у всех нормальное, нормальное, они очень тревожатся, конечно, за них, но никакой паники у нас нету. Никто не рыдает, не заламывает руки, все все понимают, все взрослые люди и отлично понимают, что там они защищают наших детей, наше будущее, и по-другому просто уже было нельзя, просто нельзя. Вот и все. Я думаю, что все будет нормально, победа будет за нами, это не просто, вот, не сомневаясь, ни капли, и мы все тоже должны это понимать, что все равно победа будет за нами, все равно мы сделаем так, как сказал Владимир Владимирович Путин. И всю эту фашистскую мразь на Украине уничтожим. Прошло всего, чуть больше 80 лет, кажется, для истории это вообще ничто. Как быстро забыли уроки истории? Получается, наша задача здесь сохранять жизнь повседневную, такой, какая она была, чтобы людям было куда возвращаться. Ну, я могу так сказать, если говорить о истории, вот мой родной дед по Осовской линии, он служил как раз в начале 50-х в охране маршала Тимошенко, который командовал тогда с западным военным округом. В общем-то, вот штаб-квартира командования округа располагалась в городе Минск. Вот дед очень скупо говорил в этих вещах о последних лесных братьях, которые переходили с границы Белоруссии, в Прибалтику и так далее. Нет. Потомки этих людей не поменяют никогда своего ненавистнического отношения вообще ко всему русскому. потому что для них это воспринимается как попрание их самостоятельности. То есть для них мы никогда не станем своими. Вот нужно это понимать. Я говорю сейчас не про украинский народ, а про тех украинцев, которых, кстати, очень много, и это тоже нужно признать, которые реально восприняли эти идеи. То есть понимаете, вот для нас самое отвратительное то и самое тревожное то, что действительно не горско просто оголтелых просто безумцев противостоит российской армии. Андрей Суфорович правильно сказал, профессионалы сталкиваются в грудь с профессионалами. Потому что действительно ядро украинской армии не нацбатальонов, то есть не добровольческих формирований, а ядро именно украинской армии это профессиональные военные, многие из которых закончили высшие военные училища и академии при Советском Союзе. Многие прошли Афганистан. То есть надо понимать, что на уровне по крайней мере старшего командного состава ВСУ это профессионалы, состоявшиеся профессионалы. Ну причём вот даже вопрос был, когда мы обсуждали не так давно разные фейковые истории здесь и в этой, ну не в этой студии, в других местах. Вот белое обозначение. Да у нас откуда взялись вообще белое обозначение на бронетехнике, вообще на технике и в том числе на автомобиле. Да потому что у нас техника вся одинаковая. Она из Советского Союза. Это советская техника и их модификации. То есть свой-чужой лица у нас у всех примерно одинаковые. То есть мы не отличим друг друга просто даже просто рядом. Идя по лесу не говорят что в зоне боевых действий. Вот о чём хочу сказать. Ваш совет, Ольга Владимировна, жителям региона как сохранить спорта? Потому что тревожно всем. Тревожно, безусловно, всем. Это неординарная для нас обстановка. У всех возникает тревога, что будет дальше. Ваш совет. Я бы несколько пунктов выделила здесь. Если можно, коротко программу конца. Коротко, да. Первый пункт я уже озвучила. Признать свои чувства, мысли, эмоции. Потом я бы предложила стресс перевести в тело. То есть через движение отреагировать. Может быть бегать, может приседать, может ещё что-то. Ну, теперь вот сейчас будет тепло, можно выгодить. Да, дела. Вот. Чтобы вот это вот острое снять. Потом про погружение в какое-то дело. Может быть дело или занятие вовлечение. Оно может быть умственным, интеллектуальным, может быть физическим. Про информационную детоксикацию. не читать часами все дни напролёт новости везде, потому что уж слишком много информации. Перебор огромный. Потом про взаимодействие с близкими, про теплоту, доверие, принятие тоже этот пункт озвучивала. Понятно. То есть вот такие моменты. Спасибо, спасибо огромное. Уважаемые друзья, давайте сейчас вот нашу программу закончим молчанием. я попрошу наших редакторов не уводить нас из студии в память о тех, кто защищая нашу родину погиб и не вернется никогда. Уважаемые друзья, и помните о том, что у нас есть профессия такая родину защищать. Давайте же под дых не бить нашим ребятам, уважаемые друзья. Мы победим. Сомнений нет. Абсолютно никаких.